интересно ли вам что такое карма народ конечно тогда расскажу так показываю вам то что вам скорее всего что никто никогда не показывал и не в здешних стенах без плагиата никто не покажет так вот есть как говорил мишка балу вот бежит олень есть тело человека окруженной энергетической оболочкой которая со скоростью c как волна распространяется космическом пространстве по некому пути который называется дорога жизни за собой эта конфигурация оставляет следы как инверсионный след за самолетом это тело памяти то что остается за каждым человеком то с чего мы начинаем знакомство с любым человеком мы исследуем его тело памяти для начала три минуты максимум можно посмотреть 70 лет жизни вот со всеми приключениями что у человека было вот это то что называется душа у верующих она вот такая она длинная велетенообразная где существует так называемая линии тело линейного времени душа как червячок распространяется по поверхности сфероида то есть это тело тонкой мерности следующего плана сфероид у верующих называется дух а вот поверхность этого сфероида она имеет рытвины и ухабы всякие разные на своем продаже протяжении и вот диаметр этого тела линейного тела времени в любом временном временной точке в любой хрональной точке показывает запаса жизненных сил человека в этой в этом времени соответственно мы можем сняв внешние обводы виде вот такой линии жизни как мы это делаем посмотреть приключения которые были у человека в определенные моменты его времени ну то есть когда зарождались у него управляющие стрессы кто на него оказывал воздействие как какие родители какие события по да там то есть как он проходил этот срок своей жизни так вот вот этими телами мы начинаем работать это мы работаем то есть мы это все все эти тела мы меряем характеристики их они измеряем и мы метрологи в данном случае очень тонко это все дело мире так вот вот эти рыдвинги и рыбки рыдвинки и ухабы они имеют определяющие воздействие на жизнь каждого человека у каждого человека вот этот дух собственной и вертикальным лепестком мозговой активности человек считывает вот эти рыдвинки ухабы приводит превращает их события личной жизни если вы вспомните были проигрыватели на которых по пластинке вращающейся скользила игла и за счет колебаний считывала информацию о звукозаписи а потом усилитель превращал эти колебания в в звуки так вот человек мозгом своим вертикальным лепестком считывает вот эти рыдвинки и ухабы и при и человек как усилитель энергетически превращает вот эти рыдвинки и ухабы в события своей личной жизни вот эти рыдвинки и ухабы это то что называется у людей либо карма либо судьба ну либо то что на роду написано мы считываем да мы считываем у каждого человека существует своя запись у каждого человека существует своя задача воплощение духа и не учитывать этого оказывается сейчас уже практически невозможно потому что как только человек начинает подчиняться законом только социума но не своей духовной природы а у духа у духов своя природа существует так человек сразу же знакомая вам картиночка да так человек сразу перестает выполнять условия сначала успешности своей по жизни потому что он перестает считывать своим вертикальным лепестком свой индивидуальный путь а там для него непонятная ситуация возникает куда он направляет своим мозгом когда подменяет систему ценностей воспринимает ее другую а во вторых когда его лобная доля лобная доля мозга отсматривает не его геном матрицу здоровья момент зачатия а отсматривает чужой геном то у человека портится состояние здоровья его поэтому человек становится и неуспешным и нездоровым он не идет по пути воплощение своего духа так вот когда я вам говорил о хозяине вашем невидимом который вам поддает сначала на блюдечке золотой каемочкой все я имел ввиду вот этот самый дух сразу же наша тоже любимая в значит тематике религия значит темка заповедь чти отца и матерь твоих чти отца и матерь твоих такое написание правильно загадка для одаренных школьников ха-ха-ха-ха ха-ха-ха добрый смех в чем разница отца с большой буквы и матерь с большой буквы отца и мать с маленькой буквы Правильный ответ, не трудитесь. Пишется сейчас, с 1956 года, с маленькой буквы, до 1956, читалось с большой, писалось с большой. Чти дух свой, отца своего и матерь, материю свою, душу свою, природу свою. Было до 1956 года. С 1956, чти папу и маму своих генетических. Оп, паньки. Ну-ка, как у нас со здоровьем нации? Ситуация, ребят. Вот такие маленькие хохмочки, которые позволяют знать и канон веры, и показывать вам, в чем состоит задача жизни человека. Ну-ка, смысл жизни в чем? Философский вопрос. Кто знает? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...